могут вызвать головную боль и повышать давление. Врач назвал капли в нос, которые не лечат ничего. Сосудосуживающие капли – это очень популярная группа препаратов в Украине. Но такие лекарства не решают проблему. Почему такие капли в нос не лечат, рассказал на Фейсбук семейный врач из Золотоноши Александр Прокопчук, какие капли относятся к сосудосуживающим. Типичными представителями этой группы являются, ксиламетазолин, оксиметазолин, нафазолин. Все эти препараты являются, родственниками, адреналина и весь их лечебный эффект заключается в действии на адренорецепторы, вызывающий спазм сосудов, а он в свою очередь и дает тоже блаженное чувство свободного носового дыхания, сообщил врач. Эти лекарства очень популярны, так как эффект люди чувствуют сразу. Поэтому они и являются препаратами, обладающими симптоматическим действием и влияющими только на заложение носа, но абсолютно не лечащими ничего, какие недостатки у этих капель. Отек слизистый – это защитный механизм нашего носа, как барьерного органа. Конечно, он доставляет дискомфорт, особенно пациентам с хроническим аллергическим ренитом. Однако, опять же, это нужная защитная реакция, эти препараты оказывают эффект тахифилаксии. То есть, с каждым новым использованием препарата их эффект уменьшается, а после того, как препарат перестает действовать, отек еще больше усиливается. Принцип действия препаратов – спазм сосудов. То есть, используя их, вы сознательно уменьшаете кровоснабжение органа иммунной системы со всеми вытекающими последствиями. А неконтролируемое их употребление приводит к психической зависимости и развитию медикаментозного ренита. Поэтому данные препараты можно использовать до трех суток у детей, и максимум до пяти суток у взрослых, сосудосуживающие капли действуют местно, вызывая спазмы сосудов в носу. Однако передозировав их, вы можете получить сердцебиение, головную боль и повышение давления. А потому, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно быть крайне осторожными при использовании этих препаратов, что нужно помнить. Помните, что эти препараты ничего не лечат. Однако они хорошо снимают симптомы. И при умном применении, действительно могут облегчить состояние пациента. Однако их бездумное использование может привести к тяжелым последствиям, с которыми потом крайне трудно бороться. Напомним, что врач назвал совершенно бесполезный способ лечения. Ранее мы писали, что врач назвал «фуфломицин», популярный среди пожилых украинцев.